Следующая позиция Учитель может проявить свою аналитическую, информационно-коммуникационную и коммуникативную сетевую культуру. Поэтому на сайтах ЛОИРО и РЦБО организуются сетевые форумы разной тематической направленности. Сейчас, например, идет форум по стандартам второго поколения. К сожалению, региональные форумы у нас пока не стали для нас работать в активном режиме. Наши специалисты чаще всего используют портал и форумы ОГУ. Следующая позиция – это сетевые мастер-классы. Это форма презентации и обсуждения учебно-методического сопровождения, учебно-методического комплекта с разъяснением авторской концепции и разработкой методических умений по конструированию уроков. Такой мастер-класс на сайте ОГУ прошел при участии Ленинградского РЦБО. По английскому языку с учебно-методическим комплектом под редакцией Кузовлева для вторых и четвертых классов. Круглый стол на тему «Общество знания глазами учителя, ученика и ученого» совместно с РГБУ имени Герцена. Круглый стол – «Образовательная область искусства. Вчера, сегодня, завтра» совместно с Институтом художественного образования РАО. Наконец, следующая позиция – конкурсы. Это активизировать педагогическую общественность позволяет сама форма, названная мной выше, которая предполагает презентацию методического опыта учителей и поощрение самых творческих и талантливых из них. К сожалению, наши слушатели не очень активно участвовали в конкурсном движении. Нам надо с вами эту работу немедленно наладить. Исключение составляет только два конкурса. Один из них – «Прощай, букварь», где победителем стала Никанорова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов Рассветовской средней общеобразовательной школы Ладельно-Польского района. А очень жаль, эта форма способствует не только формированию экспертно-аналитической и информационно-коммуникационной компетенции педагога, но и стимулирует ее креативную деятельность. Участники конкурсов могут получить сертификат ОГУ, который к вашему портфолио будет очень полезен. Следующая форма – это видеокопилки на сайте РЦБО и ОГУ и на сайте Ленинградского РЦБО. Созданы три такие видеокопилки. Это видеоматериалы с авторскими концепциями, у нас 25 записей таких. Это видеокопилка в год второго поколения, 12 записей. Это видеокопилка по ЕГЭ, 7 записей. Эти материалы активно используются при проведении курсовой подготовки, методическими объединениями учителей. Несколько раз использовались на сайте ОГУ. 14 всего у нас видеофрагментов. Планирование следующей позиции учебно-методического комплекта нового поколения. У нас в области налажена работа по пилотированию учебно-методических комплектов с 10 издательствами, где издательство заключило договор и предоставило бесплатно учебники 32 класса образовательных учреждений Ленинградской области. При работе с учителями методист проводит большую информационно-методическую работу. Это подготовка и проведение серии открытых уроков. Это проведение методического объединения района с целью знакомства с учебно-методическим комплектом нового поколения. Это проведение анализа учебно-методического комплекта, где даются рекомендации авторским коллективам. Наработка методики работы с новым учебно-методическим комплектом, знакомство с новыми информационно-мультимедийными технологиями, такими проектами, как у сферы издательства просвещения, учебник-навигатор по биологии издательства ДРАФА, естественно-научный курс в издательстве БИНО и другие. И подготовка учебно-методических пособий. Хотела бы призвать вас активнее работать с портала ОГУ. Сегодня на портале у нас работает 1008 человек. Учителей из них 808 человек, родителей 98, методистов 39, научно-педагогических кадров 16, руководителей 47. Я должна сказать, что и обратиться к руководителям и к методистам это совсем недостаточное количество. В пяти районах есть тьютерская поддержка. Надеемся, что в каждом районе у нас обязательно должны появиться тьютеры, которые возглавят эту работу с ОГУ. Тем более мы обращались уже к методическим кабинетам, к руководителям методических кабинетов с этой просьбой. Но, к сожалению, пока что эта проблема у нас отстает. Уважаемые коллеги, В заключение я хочу поблагодарить и от вашего лица Министерство образования Российской Федерации и Академию повышения квалификации за предоставленную нам, нашему региону, возможность работать в этом проекте ОГУ. Призываю вас более плодотворной работать в этом направлении. Тем более я думаю, что из моей информации вы увидели, какая идет информационная и методическая поддержка нашей системы образования.